Сегодня мы слышали с вами последние строчки 16 главы апостола Павла Коринфина. Там есть такие слова. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Мне хотелось бы остановиться на этих словах в конце нашей сегодняшней службы. Что они означают? Казалось бы, все понятно. Бодрствуйте. Это как, не спите? Но мы немощные, мы ложимся спать, мы устаем, мы утомляемся. Разве апостол призывает нас к постоянному бдению? Нас апостол призывает бодрствовать духовно. Бодрствуйте, говорит в другом месте Спаситель, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который Сын Человеческий приедет. Отдыхайте телесно. Если нужно, поспите, нужно подкрепитесь. Но духовно всегда бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет во второй раз Христос. А потому бодрствуйте. И как еще раз говорит апостол, бодрствуйте, ибо враг ваш, дьявол, как лев рыкающий, ищет кого поглотить. Стойте в вере. Что значит стоять в вере? Стоять на службе? Стоять в уголочке на молитве? Не только молиться, но и узнавать святую веру. Укрепляться в ней. Читать Слово Божие. Учить Евангелию своих детей, своих внуков. Всех тех, кто еще не знает Слово Божие. Нужно укреплять в вере, потому что христианин – это тот, который в вере стоит. Он живет и дышит верою воскресшего победителя смерти Иисуса Христа. Я сегодня в качестве примера хочу привести вам трагически, а с другой стороны, очень важный случай. Совсем недавно случилась на дороге Кубани авария. В ней погибли родители пятерых детей. Но родители успели покрестить детей. И хотя бы рассказать о том, что Христос живой, что Он воскрес. Они не знали ни веры, ни закона Божия, но старшая сестра была научена от родителей и посещает церковь тому, что Бог сотворил весь мир – Адама и Еву. И вот когда их привезли, они находятся в нашем детском доме, а сегодня они молятся вместе с нами в храме. Когда их привезли, то узнав о смерти мамы, которая лежала еще какое-то время в коме, в их сердце произошел излом. Но куда же смотрит Бог? Ведь я молилась Ему, говорит эта старшая дочь. Почему Бог меня не услышал? И вот по просьбе наших воспитателей, они пришли ко мне, и мы долго-долго с ними беседовали. Но вы знаете, я скажу в доброй памяти этих родителей, что они успели поставить в вере своих детей. И с ними можно было говорить о том, что Бог есть, и Он не есть источник смерти, Он источник жизни. Бог смерти не сотворял, Бог сотворил Адама и Еву бессмертными. Они должны были жить, но грех сделал человека умирающим. И вот дальше, от Адама и Евы до воскресшего Христа, мы прошли почти всю священную историю. И они все с вниманием слушали. Они все это вспоминали, понимали, как Христос родился, как пришли волхвы, как принесли дары. Да-да, они принесли дары, золото, ладан, смирну. И все это оживало в их памяти. И скорбь об утрате своих родителей уходила куда-то дальше. И в их глазах появлялась вера. Вера в то, что они живы, ведь у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И наш разговор закончился на том, что Христос, который пришел в этот мир, Он победил смерть. И всем, находящимся в гробах, и вашим родителям Он подарил жизнь. Вот после этого сердце их успокоилось. Я пригласил их на службу, вчера они были на Всеношном, а сегодня они с нами причащались к святых христовых таинствам. И в глазах их уже не горе-утраты, а вера в то, что они еще обязательно встретятся со своими родителями. Потому что настанет час, когда все услышат глаз Сына Божия, и услышавшие оживут, и пойдут сотворившие доброе воскрешение жизни, а сотворшие зла и воскрешение суда. Главное теперь не делать зла и стоять в вере, никуда не уходить, держаться православие и исповедовать веру в воскресшего победителя смерти Христа Жизнодавца. Вот примерно то, что означает стоять в вере самим и учить своих детей не уходить с этого верного пути ко спасению, идя за Христом. Апостол напоминает, будьте мужественны. Что значит быть мужественным? Мужественным? Как может быть мужественным, например, женщина? Она же женщина, она должна быть женственной. Разве эти слова не касаются женщин? Будьте мужественны, пишет апостол Павел ко всем христианам города Каринфа. Не малодушествуйте, ни женщины, ни мужчины, не малодушествуйте. Все терпите, за все благодарите, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. Будьте тверды и мужественны. Апостол благословляет апостолам, христианам Каринфа, сохранять твердость. Что значит твердость? Это значит, всякому, кто попросит ответ в вашем уповании, мы должны дать скротостью и благоговением, твердо стоять на основах нашей христианской веры. Мы веруем в истинного Бога, который сотворил весь этот видимый и невидимый мир. И Он послал в этот мир Господа Иисуса Христа, Сына Своего Единородного, им же вся быша. Он был распят при Понтистем Пилате, Он победил смерть и воскрес, Он вознесся на небо и снова придет судить живых и мертвых. Его же царствию не будет конца. Мы веруем, что Дух Святой, который сошел на апостолах, передавался через рукоположение к священникам, епископам, через которых и сегодня Дух Святой действует в церкви. А значит, через руки священников мы причащаемся истинно телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. И нужно стоять на этом исповедании. Нужно помнить, что все семь таинств, которыми живет и стоит церковь, она будет стоять до второго прихода Господа нашего Иисуса Христа, который сам сказал, церковь мою созижду, и врата ада не одолеют я. Но, к сожалению, есть люди, которые не веруют и не хотят слышать о Боге, о Христе. Они даже крещены, иногда даже, к удивлению, носят крестик, а говорят, я верю в душе. В церковь не хожу, не причащаюсь, мне хватит, я сам помолился. Что мне там часами с бабушками стоять? Я не хожу в церковь. И вот таким сегодня звучит очень строгий укор апостола Павла, который тоже в Коринфе знал, что есть такие крещенные христиане, которые не любят Господа Иисуса Христа. И вот им говорит апостол, кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема, маранафа. Что означают эти слова? Как страшно. Кто не любит Господа, который принес себя в жертву, который принес страшные муки за грехи всего человеческого, из-за каждого из нас, из-за тебя, неверующего человека. Он пролил свою причистую кровь на кресте, чтобы искупить нас от греха, проклятия и смерти. И если ты в него не веруешь и не любишь, анафема. Что значит это слово? Это не просто проклятие. Это отлучение человека от единства Святой Соборной Апостольской Церкви. А кто будет вне Церкви, тот не спасется. Как вне Ковчега. Все, кто был за бортом Ноева Ковчега, все погибли. А кто был в этом Ковчеге спасения, как в корабле церковном, в Церкви, чадо находящееся, грешные, падающие, поднимающиеся, исповедующие, причащающиеся, участвующие в святых христовых тайнах, снова оживляются благодатью Духа Святаго. Но кто не верует и не любит Господа нашего Иисуса Христа, тот сам себя отлучает. Это произошло с одним очень известным русским писателем, Львом Николаевичем Толстым, который придумал себе новое вероубеждение и сам себя отлучил от общения церковного. И Церковь провозгласила такому человеку, который не исповедует Иисуса Христа и не верует, как мы повторяем в символе веры, анафема, отлучение. И мы в первые дни Великого Поста слышим целый перечень тех, которые сами себя отлучают от церковного общения, а значит, от Христа, а значит, и от собственного спасения. Это путь в никуда или приговор посмертный? Нет. Даже у этих заблуждающихся людей есть путь возвращения, о чем говорит Христос. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь, ибо и к вам приблизилось Царствие Божие. И если даже такой человек исповедует свое заблуждение, Бог по милосердию своему простит его, ибо он пришел спасать не праведников, а таких, как нас, грешников, призвать к покаянию. Простил бы Бог Льва Толстого, простил бы, если бы он покаялся, но он не успел. Смерть застигла его нераскаянным, а значит, на нем осталась анафема во веки веков. Кто-то думает, ну я потом покаюсь, а пока не хожу в церковь, и в Господа Иисуса Христа не верую, да и не очень-то люблю, потому что не знаю. Поживи. Но только не дай Бог тебе умереть в состоянии души, которое ты сейчас переживаешь. А если ты понял и услышал эти слова, то иди на исповедь, спеши, пока ты живой. Видите, как жизнь наша бывает скоротечна. Мало того, военные события, мало того, прилетают вражеские беспилотники и взрываются там, где их никто не ждал. Мало того, по дороге может случиться любая авария, и ты не успел. Потому разумно поступают те, которые приходят в церковь, молятся Господу, исповедуют свои грехи, читают Евангелие. Те, которые бодрствуют, те, которые стоят в вере, те, которые сохраняют мужественность, то есть немалодушествуют, сохраняют твердость. Вот таким апостол Павел заключает все у вас, да будет с любовью. Вот эти слова благословения апостола Павла. Пусть коснутся сердца каждого из нас. Бодрствуйте. Стойте в вере. Будьте мужественны. Тверды. И все. Вы слышите? Среди ваших родных, близких, с кем вы общаетесь, в семье, в друзьях, в ваших коллегах, близких и дальних, все у вас, если сказать по церковно-славянскому, там еще красивее звучит эта фраза, все у вас с любовью добывает. Храни вас все, Христос, дорогие. Мир вам. Божие благословения. На все то, к чему призвал сегодня нас святой апостол Павел. Аминь. Спасибо. Спасибо.